всем привет привет опять приветствую вас на самом канале вы просили показать как сменить нить и что делать с кончиками при тунисском вязание ну кончики здесь вязать не получится я покажу как их потом спрятать но это дальше сначала нам нужно сменить цвет смотрите не нужно менять цвет прям именно вот в уголке посмотрите вот небольшой кусочек если у вас остается если вы вот прям вот сюда дошли распустите лучше один ряд чтобы на уголок выйти уже именно новым цветом ну смотрите когда вы уже готовы поменять цвет довязали ряд до конца вот эту последнюю мы распускаем видите остаются две петельки мы их поднимаем на крючок берем ниточку другого цвета я вот так прикладываю и провязываю последнюю кромочную петлю уже другим цветом и дальше идем мы с вами набирать вязать дальше а хвостики сзади мы сейчас с вами завяжем я вам покажу мой волшебный узелок вот так и продолжаем вязание в обычном режиме чтобы вот эти петли ведь не были растянутыми сильно просто подтягиваем но опять таки же до чтобы не сильно переворачиваем и завязываем наши вот эту ниточку тоже которая закончилась чуть-чуть сильно не нужно тянуть я завязываю раз сильно не тяну а второй узелок я завязываю двойным смотрите обдеть им раз обвиваю и второй раз и уже затягиваю посильнее в принципе ниточку можно обрезать но чтобы было аккуратней пока мы ее оставим и нам с вами нужно пройти до этого места по кругу и в край вязать ее я пока оставляю хвостики так пусть они пока лежат и пройдусь этой ниточка уже другим цветом по кругу когда дойду до этого места я вам обязательно покажу как мы будем связывать эти хвостики я провязала по кругу по квадрату так скажем так будет точнее теперь смотрите дошли мы до наших хвостиков чтобы они здесь у нас сзади не болтались давайте их вот по одной цепочке вот по этой по кромочной мы их просто сейчас проведем несколько и потом их вяжем достаточно несколько раз вот зацепить и хвостики наши никуда уже не денутся всех назад выведу так вот все дальше мы будем вязать и естественно эту кромочную мы с вами будем ввязывать вот смотрите следующий ряд уже идет мы будем ввязывать эти хвостики мы захватываем кромочную вместе с узелком и дальше продолжаем вязание еще покажу один ряд но вы когда проделаете эту операцию манипуляцию вы сами поймете конечно же смотрите мы берем пятую и кромочную вместе с тем что мы с вами ввязали все потом естественно можно будет лишнее отрезать все что мешается но он изделие не распустится и видите получается все аккуратно ничего никакого узелка уже не будет видно вот это вот когда вы вот это мы все обвяжем это можно будет отрезать хвостик и все смотрите что получилось довязала я до уголка вот наша ниточка если хотите можете ее прям подтянуть уложить и не нужно отрезать все все аккуратно с той стороны но потому что это плед как мы будем заворачиваться как он завернется на нас то или там на собаке или на ком-то будет неизвестно поэтому обе стороны должны быть чистые вот по поводу еще дальше смотрите сейчас у меня как видите получился прямоугольник чтобы получился квадрат если вы хотите именно квадрат то нужно провязать еще одну сторону вот здесь тогда получится квадрат и можно уже как бы будет закрыть закрыть и обвязать я сейчас все это вам покажу как закрывается и как обвязывается у меня получился квадрат ну естественно он немножко сместился но ничего страшного форма и расцветка может быть разный естественно размер тоже будет у вас побольше но я покажу на этом маленьком кусочки довязываете вот вы до края остается вот это вот верхняя самый уголочек наших воздушная петля когда мы набираем когда формируем наш уголок поворот да и и вытянуть нужно чтобы ее не потерять и смотрите прямо отсюда мы с вами начинаем обвязку да и если у вас ну размер конечно побольше и у вас остались вот здесь вот хвостики где-то вы их точно также вплетите вот в заднюю половинку вот этой вот кромочной а плетите и мы сейчас это все обвяжем просто смотрите мы вставляем вот внутрь насквозь то есть не берем не дужку а внутрь и начинаем обычными столбиками без накида обвязывать наш край можете взять если хотите поменьше крючок но я думаю раз уж мы вязали этим крючком то нужно и продолжать последнюю вот здесь вот пятую давайте еще мы соединим у нас осталось одно соединение чтобы у нас уже было все ровно подтянем и провяжем столбик все а дальше в каждую косичку кромочную по всему периметру мы обвязываем обычными столбиками потом если вы хотите еще раз можете какой-то другой ниточка обвязать или другим рисунком может быть сделать какие-то такие вот красивые воланчики или бахрому но все равно для начала нужно обвязать все выровнять все края потом это отпарить но попрошу внимательно не отгладить а отпарить то есть через какую-то ткань там полотенчик или может быть у вас есть специальная марля как вот раньше у нас было то есть влажную до сделать влажную обработку утюжком просто паром выровнять все все уголочки потяните где не нужно уберите все что вам мешает я тоже сейчас обвяжу по краю и покажу вам что должно получиться в конечном результате забыла вам сказать когда вы будете доходить до уголка да вот этой вот петли наши воздушные которые мы делали сюда можно провязать три столбика это чтобы развернуться чтобы уголочек у нас был красивым раз это на эту сторону 2 это на центр и 3 мы с вами уже поворачиваемся тогда уголочек тоже будет красивым и обозначены да так скажем сейчас я провяжу несколько рядов и посмотрите ой несколько столбиков вы посмотрите вот видите как у нас уголочек тоже красиво сформировался так в каждом уголочке в вершинку мы провязываем 3 столбика ну я закончила обвязку видите какой ровный край получился я отпарила мой образец вы не представляете он такой мягкий очень приятный вот если бы еще его постирать надо было бы и вам показать ну в общем жалко что камера не передает вот эти вот тактильные ощущения но как видите все получилось замечательно у нас с вами так что если это видео было вам полезно то пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии мне кажется результатом вы должны быть довольны и хотя бы раз попробовать такой связать себе плед себе или ребенку питомцу свекрови теща в общем своим близким и не только такие пледы можно спокойно вязать или на продажу я как бы очень довольна нашим с вами результатом всем пока пока увидимся в следующих